Привет! Это Кето-рецепты! В преддверии светлого праздника Пасхи подготовила для вас рецепт кето-куличей. Знаю, вы такое любите, поэтому сохраняйте рецепт. Кето-куличи творожные с маком. Они получаются очень вкусные, нежные, тесто влажное и очень ароматное. Рецепт рассчитан на 5 небольших куличей, 7 см в диаметре и 6 см в высоту. Куличи очень вкусные, готовьте двойную порцию. Готовим тесто. В миску отправляю 6 куриных яиц, у меня домашние, добавляю щепотку морской соли и взбиваю до побеления, примерно 3-5 минут. Ко взбитым яйцам добавляю сахарозаменитель по вкусу, у меня стевия с эритритом, также немного ванилина, его можно заменить ванильным экстрактом и мак, примерно 2-3 столовые ложки. Чтобы тесто было ароматным, добавляю цедру половины лимона вместе с небольшим количеством лимонного сока. Можно добавить и цедру апельсина. Еще раз перемешиваю погружным блендером. Добавляю творог с жирностью 5% 160 г. Растопленное сливочное масло 130 г. Еще раз все тщательно перемешиваю и добавляю натуральный греческий йогурт с жирностью 9% 140 г. Греческий йогурт можно заменить тем же количеством жирной сметаны. Теперь добавляю миндальную муку 100 г, чайную ложку пищевого разрыхлителя. Все перемешиваю. В конце добавляю кокосовую муку 75 г и все перемешиваю до однородности. Ореховую муку для кето-выпечки я постоянно покупаю только у одного производителя. Миндальная, кокосовая, фундучная. Вся она отличного качества, мелкого помола, очищенная. Под этим видео в описании интересующимся оставлю ссылочку на интернет-магазин. Тесто для кето-куличей не должно быть сильно густым и забитым. Оно должно лениво спадать с ложки. Если у вас тесто будет сильно густое, то куличи получатся твердыми и сухими. Поэтому придерживайтесь рецепта. Все граммовки под видео в описании. Куличи буду выпекать в бумажных стаканчиках, которые я заранее промаслила. Они диаметром 7 см, высоту 6 см. Такие стаканчики у меня остались еще с прошлого года. Если вы такие не найдете, то можно использовать и обычные формы для кексов. Заполняю формы тестом чуть больше, чем наполовину. Постоянно тесто уплотняю, чтобы не было пустот. Заполненные тестом формочки ставлю на противень и отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Я выпекаю в режиме конвекция. Через 30 минут температуру убавляю до 160 и допекаю еще 10 минут. В итоге кето-куличи я пекла 40 минут до сухой палочки. Теперь их оставляю до полного остывания. Так как они с духовки и еще очень горячие, ставлю их на решеточку, чтобы они не запотели. Пока куличи остывают, приготовлю белковую помадку. От двух куриных яиц отделю белки от желтков. Желтки можно будет использовать в кето-майонез. Рецепт есть на нашем канале. К белкам добавляю чайную ложку лимонного сока и подсластитель. У меня стеви с эритритом по вкусу. Все взбиваю погружным блендером до побеления массы, до увеличения в объеме примерно в 2-3 раза. В общем, до устойчивых пиков. Пока куличи не остыли, взбитые белки лучше всего держать в холодильнике. Остывшие куличи освобождаю от бумажного стаканчика. Сами они у меня не хотят выпадать. Видно, я их, эти стаканчики, не слишком хорошо промаслила. Поэтому просто их разорву. Вот такие, друзья, у меня получились красавцы кето-куличи. Аромат ванилина и цитруса на всю кухню. К Пасхе буду готовить двойную порцию. Куличи должны быть полностью остывшими. Сверху промазываю белковой помадкой. Сверху можно украсить по своему желанию. Я посыпаю измельченными миндальными орешками. Еще посыпаю кокосовой стружкой. И для декора добавляю по несколько штук целого миндального ореха. Еще немного присыплю тертым горьким шоколадом. Настоящий кето-шоколад мы готовим сами. Рецепт кето-шоколада скоро выйдет на нашем канале. Поэтому подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Так как взбитый белок с сахарозаменителем нестабильный и может потечь, кето-куличи отправляю еще раз в духовку примерно на 5 минут при 160 градусах, чтобы белок немного подпекся. Теперь, друзья, кето-куличи творожный с маком готовы. Скорее ставьте лайк, чтобы не потерять понравившийся рецепт и приготовить его на Пасху. Если вы еще не нашли рецепт кето-куличей, то смело можете воспользоваться этим. Куличики получаются очень вкусные, ароматные. Тесто мягкое, нежное и влажное. На второй день они остаются такими же мягкими и становятся еще вкуснее. Благодарю всех за просмотр! Под этим видео в описании оставлю ссылки на другие кето-рецепты. Обязательно посмотрите! Их у нас очень много! Всем пока!